Сезон кабачков начался. Давайте скорее готовить. Нарезаю небольшими брусочками, чтобы быстрее пропекся. Возьмите любую форму для запекания. Можно застелить ее пергаментной бумагой или фольгой. И пересыпаю в нее кабачок. Нарезаю лук примерно такими же небольшими кусочками, как и кабачки. Отправляю лучок к кабачкам. Добавлю еще морковку. Порежу тоже тонкими брусочками. Возьму еще сладкий перчик. Для яркости, вкуса и цвета возьму красный и желтый. И нарезаю тонкой соломкой. Готовьте с нами просто, вкусно и быстро. Подписывайтесь на наш канал и включайте колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Помидорку разрезаю на небольшие кусочки. Добавляем соль. Черный молотый перец. Немного сушеной паприки. И буквально маленькую ложечку растительного масла. Теперь все хорошо перемешиваем. Теперь всю эту красоту отправляем в разогретую до 220 градусов духовку минут на 20-30. Овощи запеклись и остыли. Теперь перекладываю их в чашу для блендера. Добавляю сливочный сыр. Можно, в принципе, плавленый сырочек, если вы любите. Обязательно добавляю чесночок. И немного укропа. Намазка из кабачков готова. Конечно, можно ее просто намазать на булку, но я ее поджарила. И намажу на поджаренные тосты. А еще у меня есть вот такие ржаные чипсы. Выглядят они как чашечки или корзиночки. Наполняю их намазкой. И можно подавать, как закуску. И бутербродики можно посыпать зеленым луком. Приготовим еще одну намазку из кабачка. Для начала я порежу мелко лук. Отправляем лучок жариться. И быстренько нарезаем мелким кубиком кабачок. Лучок уже золотится. Я добавляю кабачок. Теперь на крупной терке я натираю морковь. Кабачок тоже уже немножко поджарился. Теперь добавляю морковь. Все хорошо перемешиваю. Закрываю крышкой. И уменьшаю огонь. И буду тушить до готовности 5-10 минут. Кабачки поджарились. Теперь добавляю соль по вкусу. И черный молотый перец. Все пропорции, как всегда, будут внизу под видео. А вы обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые рецепты. Кабачки перемешиваю. И дам им время немножко остыть. Кабачки остыли. Перекладываю их в чашу блендера. При желании можно добавить 1-2 зубчика чеснока. Включаем миксер и взбиваем до однородной массы. Теперь мелко нарезаю укропчик. И добавляю к кабачкам. И обязательно добавляю творожок. Разминаю его немного вилкой. И отправляю к кабачку. И теперь все перемешиваю до однородной массы. Кабачковая намазка готова. И намазываем ее на тосты. Или на булочку. Как вам больше нравится. А можно намазку положить в ржаные хлебцы. И подавать в виде закуски. И посыпаю немного зеленым луком. Ребят, два варианта намазки из кабачков готовы. Давайте скорее попробуем, что получилось. Вкусно, конечно, вкусно. Мне кажется, не может быть невкусно. Особенно, если вы любите кабачки. Посмотрим второй вариант. Здорово. Честно скажу, мне даже сложно сказать, какой мне вариант больше нравится. Первый или второй. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам больше понравилось. Может быть, у вас есть свои какие-то секреты приготовления. Поделитесь, пожалуйста, со мной своими секретами. И обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые рецепты. Прошу к столу и приятного вам аппетита!